Животные могут быть невероятными. Этот кот постоянно забирался на живот беременной хозяйки. Что произошло после родов, просто невероятно. Тиффани всегда больше нравились собаки, но однажды, возвращаясь с работы домой под проливным дождем, она увидела на дороге крохотного котенка. Он был промокший и выглядел несчастным. Это была оживленная дорога, и котенку было негде спрятаться в безопасности. Было лишь вопросом времени, когда произойдет беда, и Тиффани не хотела, чтобы это случилось. Вместо этого она остановилась на обочине и вышла из машины. Котенок тут же подбежал к ней, и она взяла его и положила к себе под куртку. Она быстро осмотрелась, не бродят ли поблизости другие котята, но места, чтобы спрятаться, там почти не было. Стоять на дороге было довольно опасно, поэтому, быстро осмотревшись, она уехала оттуда. Котенок был крошечным, но здоровым, как показал осмотр у ветеринара. У него не было микрочипа, и никто не пришел за ним. Муж Тиффани Райан обожал кошек, и эти двое быстро подружились. Они назвали кота тенью и решили оставить его себе. Несмотря на то, что Тиффани спасла его, казалось, что он к ней безразличен. Она старалась уделять ему много внимания, но он лишь терпел ее. Однако вскоре все изменится. Через два года после этого тень вдруг начал проявлять к Тиффани повышенное внимание. Он лез к ней на руки и даже прижимался к ней по вечерам, когда они смотрели телевизор. Это было приятной неожиданностью. Но через несколько недель все станет еще понятнее. Они узнали, что Тиффани беременна. Это было очень волнующе, и, похоже, кто-то узнал об этом раньше них. Поведение тени начало меняться как раз в то время, когда Тиффани забеременела. Их динамика полностью изменилась. Пока Тиффани была беременна, он постоянно забирался к ней на живот. По мере того, как срок увеличивался, кот становился все более внимательным к ней, и со временем она стала ценить его компанию. Однажды, когда Тиффани работала в офисе, она вдруг почувствовала сильные схватки. У нее были разные симптомы, но все указывало на одно, что-то было очень не так. Боль была настолько сильной, что ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание. Райан забрал ее и отвез в больницу. Там выяснилось, что она носит близнецов, к сожалению, теряет одного из них, но у них все еще была надежда спасти второго ребенка. Но для этого Тиффани нужно было быть очень осторожной. Ее госпитализировали и дали лекарства, чтобы остановить роды, а также постельный режим на несколько дней. Было ужасно находиться там. Она предпочла бы быть дома, в своей кровати, оплакивая потерю одного из своих детей. Тем не менее, она должна была делать то, что лучше для ее ребенка. Она не могла вынести мысли о потере его, поэтому оставалась на месте и точно следовала инструкциям. После почти двух недель в больнице ей разрешили уйти домой. Ей дали строгие инструкции о том, сколько она может двигаться, а это было очень мало. Она все еще была ограничена, но по крайней мере теперь это будет в ее собственном доме. Если она переживала, что будет чувствовать себя слишком одиноко, когда Раяну придется уходить, ей ни о чем было беспокоиться. Тень стал ее постоянным спутником. Он не отходил от нее, особенно когда она была одна. Он даже приносил некоторые из своих игрушек и играл с ними в комнате, где находилась Тиффани. Кот стал невероятно нежным. Он клал голову ей на живот и мягко терся об него. Казалось, он утешает ее и ребенка одновременно. Когда Тиффани вернулась домой, он сел рядом с ней, и впервые она смогла плакать по своему ребенку и от страха, который она все еще испытывала. Отношения между Тиффани и ее котом зашли так далеко, что это было невероятно видеть, но это также сделало то, что произошло дальше, намного страшнее. Тиффани быстро поняла, что кота вдруг нет рядом. Им привезли детскую кроватку, и один из доставщиков, должно быть, выпустил его, так как Тиффани все еще должна была беречь силы, а она не могла помочь. Это был кот, который с тех пор, как его забрали домой, никогда не выходил на улицу. Последний раз тень был на улице в одиночку в тот день, когда Тиффани спасла его от дождя и мчащихся машин. Она безумно волновалась. Маловероятно, что он мог выжить там. Райан ходил на поиски, а Тиффани ничего не могла сделать. Это была раздражающая ситуация. Ее сердце разрывалось от одной мысли, что она больше никогда не увидит кота. Он стал одним из ее детей тоже. В течение двух недель о тени не было никаких вестей. Никто не звонил, чтобы сказать, что видел признаки его присутствия, и ни одна ветеринарная клиника не звонила, потому что просканировала его микрочип. Они начали совершенно терять надежду. Единственным светлым пятном было то, что они достигли безопасного срока беременности. Если бы ребенок родился сейчас, он, возможно, был бы достаточно взрослым, чтобы выжить. Это было большим облегчением. Тиффани только надеялась, что они найдут тень до того, как она родит. Но они никогда не ожидали того, что произошло дальше. Однажды поздно ночью, когда Тиффани и Райан лежали в постели, ей было трудно уснуть с ее большим животом. Но вдруг она увидела, как снаружи зажгся свет. Послышалось царапанье в дверь. Это напугало ее до чертиков. Она толкнула Райана, чтобы он проснулся и посмотрел, в чем дело. Когда он отдернул занавески, они были потрясены, тень царапался в их окно. Он нашел дорогу домой самостоятельно. Они были в восторге. Он был довольно побит, с небольшими ранками и царапинами, очень грязный и голодный, но живой. Райан очистил его и накормил, затем тот лег рядом с животом Тиффани и заснул. Он был измотан, и с мурлыканем кота рядом, Тиффани впервые за неделю спала как младенец. Но это продлилось недолго. На следующий день у нее начались сильные боли в спине, а позже схватки. Потребовалось некоторое время, но в конце концов она поняла, что начинаются роды. Они убедились, что тень имеет все необходимое, а затем отправились в больницу. Это было волнующе, но из-за истории Тиффани также очень страшно. Они просто надеялись, что смогут привезти домой здорового ребенка. Роды были трудными. После того, как они были в опасности начаться так долго, теперь прогресса не наблюдалось. Она испытывала сильную боль, но мониторы показывали, что с ребенком все в порядке, а это было единственное, что имело значение для Тиффани. Это было очень тяжело, но когда они услышали первый крик их сына Кори, все полностью того стоило. Тиффани и ребенку нужно было остаться в больнице на несколько дней, но по ночам Райан ходил проведать тень. Они не могли дождаться, чтобы увидеть, как кот отреагирует на их нового члена семьи. Он был таким милым, когда Тиффани была беременна, забираясь к ней на живот и проявляя ласку. Но то, что произошло после родов, просто невероятно. Они принесли ребенка домой, и пока Тиффани держала его, Райан привел в комнату тень. Большинство людей предупреждали их, что кот может не проявить интереса к ребенку, но то, что произошло, потрясло их. Он подошел и сел рядом с Тиффани и ребенком, понюхал маленького Кори. Вместо того, чтобы испугаться ребенка или проявить признаки агрессии, тень начал тереться головой о малыша, а затем лег рядом, урча. Он по-прежнему был так же ласков Стефани. Но с тех пор он старался заботиться о ребенке. Ему разрешалось выходить в сад только когда рядом был кто-то из людей, но он всегда приносил что-то малышу, обычный листок, который он находил в саду. Это было очень мило. Казалось, он считает, что должен больше всего заботиться о ребенке. Самый удивительный момент наступил однажды ночью, когда они проверили ребенка по монитору. Кот был в его кроватке и пытался накрыть его одеялом, укрывая малыша. Тиффани спасла этого кота, и на протяжении всей беременности он становился все более привязанным. Тем не менее, то, как он принял ребенка как своего собственного, было потрясающе. И он останется его лучшим другом на всю жизнь. Спасибо за просмотр, присоединяйтесь к нам снова для новых невероятных историй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова